Почти 20 миллионов россиян живут за чертой бедности, то есть их доходы меньше, чем 14 026 рублей. Мы не живем, а выживаем. Да-да, именно такой считается граница. Ну, то есть, видимо, на 14 027 рублей уже можно как-то прожить. А вот рублем меньше будет тяжеловато. Дефицит бюджета России за первые 5 месяцев года составил 3,5 триллиона рублей. Инфляция в стране в прошлом году дошла до 12%. Инфляция складывается чуть ниже нашего февральского прогноза. А в нынешнем цены тоже продолжают расти. Церковь-то маленькая, а цены большие. Санкции и траты на войну, естественно, не слишком хорошо влияют на экономику России. Следующий виток — это безработица, следующий виток — дальнейшее снижение доходов. Но не спешите расстраиваться. Пусть бюджет трещит, а хлеб в магазине дорожает. Зато за год в стране стало сразу на 22 миллиардера больше. По данным Forbes, сейчас в России 110 человек имеет состояние от 1 миллиарда долларов и больше. Год назад их было 88. Правда, на довоенные показатели страна еще не вернулась. Тогда в России было аж 123 миллиардера. Но согласитесь, мы уже близко. Да, и рост 25%? 25% миллиардеров за год. Мне кажется, это весьма немало. Ни российская экономика, ни тем более зарплаты простых людей так не растут. Кроме того, за время войны некоторые из миллиардеров успели неплохо увеличить свое состояние. Одни нажились благодаря санкциям и резкому росту цен на всяческое сырье. Другие захватили оставленные западными компаниями активы. А кто-то и в России устроил передел рынка. Сегодня поговорим о тех, кто за год войны смог улучшить финансовое состояние. А заодно обсудим, что все это значит для страны. А я, друзья, напоминаю, что алгоритму Ютуба очень важны ваши лайки. Поэтому, если вам нравится то, что я делаю, если вы хотите, чтобы как можно больше людей видело классный контент, не забывайте поставить лайк, и Ютуб будет лучше продвигать мои видео. Спасибо. И так в этом году в России появился новый самый богатый человек. Это Андрей Мельниченко. Так получилось, что две области моей деятельности. Это химия и, соответственно, угольная промышленность. Год назад Forbes оценивало его состояние в 11 миллиардов долларов и ставил его на 9-е место в своем списке. Сейчас у Мельниченко уже более 25 миллиардов. И первая строчка рейтинга. Это, кстати, на 40% больше, чем у него было перед войной. Тогда Forbes оценивал бизнесмена в 18 миллиардов. Мельниченко владеет компаниями Еврохим и Суэк. Первая производит удобрения, а вторая торгует углем. Обеим его компаниям война пошла на пользу. Как вы помните, в прошлом году рекордно выросли цены на газ. Россия угрожала вот-вот перекрыть вентиль, Европа готовилась к санкциям и запасалась газом на зиму. Газ дорожал, а вместе с ним дорожали и удобрения, которые из него делают. Проблема с удобрениями была такой большой, что в Евросоюзе даже обсуждали возможность ослабить санкции в этой сфере. В частности, страны ЕС готовились даже разморозить активы самого Мельниченко, чтобы помочь ему с поставками удобрения на мировой рынок. Этого не произошло. Но сами по себе рекордные цены на удобрения помогли бизнесмену хорошо заработать прошлой весной. Тогда за месяц начала войны удобрения подорожали на 40%. Потом их стоимость начала снижаться. Сейчас она примерно на треть ниже, чем год назад. Но в 2025 году удобрением прогнозируют новый рост. Что касается второго актива Мельниченко, то уголь на фоне роста цен на газ тоже дорожал. Осенью Евросоюз даже ослаблял санкции против российского угля, чтобы сдержать повышение цен. Все это и привело к такому мощному росту состояния Мельниченко. Он, кстати, был не единственным, кого так порадовали удобрения. Владелец Акрона Вячеслав Кантор за 22-й год разбогател на 5 миллиардов. Андрей Гурьев из ФосАгро на 4. Как вы видите, на удобрениях растут не только овощи. Но если удобрения средний россиянин покупает нечасто, то в аптеку ходят наверняка. А значит и рост цен на лекарства видит. Прошлой весной они резко подорожали аж на 15%. И сейчас растут дальше. Понятно, что это объясняется санкциями, сложной логистикой и прочими последствиями войны. Но владельцам аптек это все принесло не только сложности. Например, собственник фармацевтического холдинга Протек и аптек Ригла Вадим Якунин в прошлом году разбогател в полтора раза. По данным Форбс, состояние бизнесмена выросло с 1 миллиарда до 1,5. Растут доходы людей и в других подсанкционных сферах. С прошлого года российские самолеты, как вы знаете, не могут летать в Европу и Америку и не получают должного техобслуживания. Россияне вынуждены использовать различные хабы, например, лететь в Стамбул и оттуда уже добираться до Европы. Понятно, что билеты из-за этого подорожали. Причем не только в запрещенных полетах странах. Как пишут известия, в среднем за год войны билеты за границу выросли в цене в два раза, а в Европу до пяти раз. Но подорожали и полеты внутри России. Тут есть свои причины. Ну, во-первых, эксплуатировать западные самолеты стало сложнее. Во-вторых, компании теперь меньше зарабатывают на международных полетах, а значит, пытаются просто компенсировать потери на внутреннем рынке. К тому же в прошлом году авиакомпания сильно поддерживала государство, а теперь субсидиям сократили. Ну, вы понимаете, российскую власть сейчас интересуют совсем другие самолеты. В итоге Минтранс прогнозирует рост цен на внутренние рейсы до 30% в этом году. Простых россиян все это, конечно, не радует. Ну и тут тоже не у всех все плохо. Например, владелец аэропорта Домодедово Дмитрий Камечек в прошлом году разбогател на 400 с лишним миллионов. Объясняется это ростом пассажиропотоков Турцию, Арабские Эмираты и другие открытые страны. Даже боюсь себе представить, насколько число пассажиров в Домодедово выросло после объявления мобилизации. Хорошо заработать на санкциях можно и другими методами. Например, прикупив себе активы иностранных компаний, которые ушли из России. Или вообще поделить активы внутри страны, оставив без них неблагонадежных и непатриотичных бизнесменов. Первой и самой громкой жертвой такого передела стал Олег Тинькофф. Как вы помните, он еще весной прошлого года высказался против войны и заявил, что в Россию не вернется. В итоге бизнесмену, скажем так, посоветовали продать Тинькофф банк, пока его еще не забрали бесплатно. В итоге один из самых известных банков страны достался Владимиру Потанину. Олег Тинькофф позже сказал, что банк у него забрали за копейки. Потанин, правда, парировал, что называть сотни миллионов долларов копейками у него, цитирую, язык не повернется. Потанину достался также и Росбанк, которым ранее владела французская компания Societe Generale. А вот еще один некогда иностранный банк, Home Credit, достался Ивану Тырышкину. Это позволило ему войти в рейтинг 25 новых инвесторов 2022 года от Forbes. Лидирует там как раз Потанин, а вторым идет Владислав Свиблов. Он в прошлом году за 340 миллионов купил в буквальном смысле золотоносную компанию Kinross Gold. Кстати, в список попали и Александр Говард с Юрием Кушнировым. Они провели в том году самый громкий выкуп иностранных активов, превратив Макдональдс в вкусно и точка. Но если бургеры российские бизнесмены уже поделили, то вот до самого сладкого цифрового пирога пока не дошли. Слухи о скорой продаже Яндекса ходят уже несколько месяцев, но пока сделка не завершена. По последним данным, контрольный пакет компании выкупит группа инвесторов, среди которых все тот же Потанин и Вагит Олег Первов из Лукойла. Оба неплохо разбогатели в прошлом году. Состояние Потанина выросло на 6 миллиардов долларов, а Олег Первова на 10. При этом Яндексом еще и удастся купить с большой скидкой. Все дело в том, что с начала войны в Украине компания оказалась под тяжелым прессом. Возможно, слышали про продажу Яндекс.Новостей, скандал с фотографиями Бучи в поисковике и все прочее. Фактически власть попыталась сделать Яндекс еще одним оружием пропаганды. А сил сопротивляться у компании не нашлось. В итоге ее решили продать. Но материнская компания Яндекса зарегистрирована в Нидерландах. А с точки зрения правительства России это недружественная страна. А значит, покидая российский рынок, такая компания должна продать активы со скидкой в 50%. Так что по Танину, Олег Перву и их коллегам Яндекс может достаться всего за 7-8 миллиардов долларов вместо 15. Ну ладно, за год войны российские миллиардеры не только богатели, некоторые потеряли в деньгах. Всего из 110 человек в списке Forbes таких набралось 13. Больше всех потерял, вы удивитесь, Павел Дуров, который не называется российским бизнесменом. Казалось бы, его бизнес с санкционными сферами не связан. Да и сам создатель Телеграма давно в России не живет. Однако за год войны Дуров потерял 3,5 миллиарда долларов. Год назад он был третьим в российском списке Forbes, а теперь оказался только десятым. Вторым по потерям стал инвестор Леонид Богуславский. Ему принадлежат доли в 125 IT-компаниях. Но за 22-й год они подешевели почти на четверть. Среди обедневших также оказались Петр Авен и Андрей Косогов из Альфа-банка. Вдова Юрия Лужкова Елена Батурина и Фархад Ахметов, который попал в скандал после слитого в сеть разговора с продюсером Иосифом Пригожиным. Если вы помните, собеседники на записи жестко критиковали российскую власть. Они нас, наши детей, их будущее, их судьбу. Да, да, они, честно, если честно, если честно, то, конечно же, они преступники. Правда, доказательства того, что это был именно Пригожин с Ахметовым, нет. Но все все поняли. Еще война сильно ударила по бывшему самому богатому человеку в России Алексею Мордашову. В 2021 году он был первым в рейтинге Форбса с 29 миллиардами. А весной 2022, после введения санкций, обеднел в 2,5 раза. С тех пор ему удалось отыграть часть потерь. Но вместо первого места рейтинга у него теперь только пятое. Вообще, если сравнивать не с прошлым годом, а с позапрошлым, довоенным, то обеднела почти вся первая десятка Форбс. Разбогатеть смог только Мельниченко. Потанин, Лисин, Михельсон, Тимченко, Усманов. Все они потеряли большие суммы после вторжения в Украину. Но даже это не заставило их высказаться против войны. Единственным в первой десятке российских миллиардеров, кто критиковал войну в Украине, так и остается Михаил Фридман. Он, кстати, в сравнении с прошлым годом разбогател на 800 миллионов. Но относительно 21-го потерял почти 3 миллиарда. Вы, конечно, скажете, что потери миллиардеров мало волнуют обычных россиян. Ну, одной яхты больше, одной меньше. Что такого? Яхты, конечно, и правда, не потери для страны. А вот отток капитала вполне себе. Все же понимают, что российские олигархи теряют деньги из-за своего гражданства, из-за токсичной связи с властью в стране. Поэтому те, кто может, пытаются избавиться и от связи, и от гражданства, и от страны. Павел Дуров, например, после начала войны попросил не называть его российским бизнесменом. В этом году он значится в российском списке Forbes, хотя, насколько я знаю, он требовал его оттуда убрать. Но вот в международном рейтинге Дуров записан уже как бизнесмен из Арабских Эмиратов. Также от российского подданства в рейтингах избавились создатели Playrix братья Бухман и инвестор Юрий Мильнер, которые перебрались в Израиль. Основатель финтеха-революд Ник Сторонский отказался от гражданства России, теперь записан как британец. Также сменили гражданство глава Freedom Finance Тимур Турлов и Игорь Макаров, основатель инвестиционной компании Areti. Как видите, это не те люди, что отрабатывают госзаказы или живут на нефтяную ренту. Это современные бизнесмены, которые создают новые продукты и могли бы быть полезны России. Но она их потеряла. Так же, как Олега Тинькова и почти всех основателей и руководителей Яндекса. На их место приходят не те, кто мог бы создать новые продукты, продвигать их по всему миру и обогащать, как-то прославлять Россию. Нет, места занимают конъюнктурщики, которые не просто готовы идти на компромиссы с режимом, но и знают, как на этом заработать. Разбогатеть под санкциями, разжиться новыми активами, получить госзаказ и жить счастливо. В прошлом году я снимал для вас ролик про реакцию российских олигархов на войну. У большинства из них реакции просто не было. Лукойл вроде бы призвал к переговорам, но так аккуратненько. И что, показать свою защиту? Ну и по шапке от власти не получить. Владимир Лисин, нынешний номер три списка Формс, делал заявление о сочувствии человеческим жертвам. Олег Дерипаска вроде бы осуждал войну, но какую-то безличную. Ну как будто эта война из ниоткуда пришла, сама случилась и, видимо, должна как-то сама так вот и рассосаться. Ни Лукойл, ни Лисин, ни Дерипаска открыто не осуждали тех, кто эту войну, собственно, и начал. Видимо, за это им все воздалось. Дерипаска с прошлого года увеличил капитал в полтора раза, был один миллиард и семьсот миллионов, стало два с половиной миллиарда. Лисин потерял первую строчку Форбс, но нажил больше трех с половиной миллиардов. У Олег Первого из Лукойла состояние за год выросло в два раза, с десяти миллиардов до двадцати. Вначале я вам сказал, что миллиардеров в России за год стало на 22 больше. При этом 12 прошлогодних еще и выбыло, то есть всего в списке Форбс сейчас 34 человека, которых год назад там не было. Вот только из этих 34 сразу 29 – это не новые миллиардеры, а вернувшиеся. Вероятно, те, кто вылетел из списка в 22-м из-за санкций и экономических потрясений, но остался лоялен власти и начал возвращать свое богатство. В нынешней России молчание золота, в прямом смысле этого слова. Так что список миллиардеров в России растет, а вот страна не богатеет ни финансово, ни интеллектуально, ни творчески. Остается лишь надеяться, что ее не успеют превратить в смесь бензоколонки со складом удобрений.